Приветствую всех, кто смотрит это видео. В нем мы подробно рассмотрим, как скачать и распаковать дистрибутив библиотек C3D, а также как скомпилировать и запустить тестовое приложение. Для того, чтобы начать работу с компонентами C3D, необходимо скачать дистрибутив с сервера. Для этого в адресной строке любого браузера набираем c3dsd.ascon.ru и попадаем в систему на FTP сервере. Чтобы войти в систему, необходимо ввести имя пользователя и пароль. В системе мы видим список всех собранных дистрибутивов компонентов C3D. Я буду скачивать последнюю доступную ревизию 107.737. Нам потребуется скачать архив «Example», содержащий исходные коды тестового приложения. А в списке доступных библиотек C3D мы выберем сборку актуальную для нас. 64-разрядную для Visual Studio 2012 с Unicode. Осталось дождаться окончания скачивания. Скачанные архивы распакуем в папку C3D-Test, созданную на рабочем столе. Посмотрим, что содержится в архивах. Папка Demo содержит несколько конфигураций собранного тестового приложения. Тут есть русская и английская версия для 32 и 64-разрядных систем. Папка Include содержит все заголовочные файлы, необходимые для сборки тестового приложения. Папка Source содержит исходные файлы сборки тестового приложения. Дебаг и релиз. Здесь находятся дебаг и релиз конфигурации DLL и LIP библиотек C3D. Папка Models содержит несколько моделей, которые можно открыть и отредактировать в тестовом приложении. Кроме того, здесь есть сгенерированные файлы проекта для Visual Studio 2012, а также файл README, который содержит информацию о том, как собрать и запустить тестовое приложение. Мы могли бы воспользоваться сгенерированными проектами для 2012 Visual Studio, но мы покажем, как можно сгенерировать эти проекты с помощью программы CMake. Скачать программу CMake можно на сайте разработчика cmake.org. Вы можете выбрать последний релиз этой программы, необходимой вам конфигурации. При установке программы CMake необходимо отметить галочкой добавление пути к программе CMake для данного или всех юзеров на компьютере. Программа устанавливается достаточно быстро, установка завершена. Генерируем проект с помощью программы CMake. В верхнем окне приложения выберем путь к папке source с исходными кодами тестового приложения. Во втором окне укажем путь к папке build. Такая папка будет создана, в ней будет сгенерирован проект. Мы можем выбрать ту Visual Studio, под которую необходимо сгенерировать проект. Выбрать конфигурацию 64-разрядную. И через некоторое время проект будет сгенерирован. Генерируем. Генерация завершена. Скомпилируем и запустим тестовое приложение в программе Visual Studio 2012. Для этого откроем сгенерированный только что проект. И запустим сборку этого проекта. Компиляция завершена и теперь мы можем запустить тестовое приложение. Для этого отметим проект тест как стартовый и запустим приложение. В нем мы можем открыть любую из моделей из папки models. Редактирование моделей не доступно, пока не введен лицензионный ключ. Вы можете это сделать с помощью меню help license key. На этом все. В этом видео мы рассмотрели как скачать, установить и запустить тестовое приложение. Благодарим за внимание. Продолжение следует...